Добрый вечер! Праздник кино. В Алматы стартовал показ фильмов в рамках международного фестиваля Евразия. Как отбирались работы и кто их оценивает? Об этом и многом другом уже через несколько секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Доложила министра о мерах содействия занятости. С начала года трудоустроено 800 тысяч человек, включая более 200 тысяч молодых людей. Почти 9 тысяч граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей. Также разработан навигатор проектов. Он помогает прогнозировать потребность в кадрах и отслеживать эффективность проектов. С помощью платформы уже мониторят 755 инвест-проектов общей стоимостью 33 триллиона тенге. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами. По итогам встречи Касымжимар Тукаев дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию социальной политики. И сегодня же президент принял министра внутренних дел. Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране. По его информации, с начала года в стране отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тысяч, в том числе преступлений почти на 10 тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений. В завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. Проинформировал президента о мерах по реализации принципа законный порядок, противодействию организованной кибер- и наркопреступности, защите прав несовершеннолетних, обеспечению дорожной безопасности, цифровизации кадровых процессов, совершенствованию уголовно-исполнительской системы. Главу государства поставлены конкретные задачи. Ранее Касым Жумар-Тукаев принял и министра обороны. Руслан Жаксылыков отчитался президенту о деятельности оборонного ведомства за 2024 год. Он доложил о боевой подготовке войск осенней призывной кампании. Глава профильного ведомства также рассказал о мерах по укреплению дисциплины и безопасности на воинской службе и том, как модернизируется военная инфраструктура. По итогам встречи Касым Жумар-Тукаев поручил министру эффективнее взаимодействовать с отечественными оборонными предприятиями и развивать территориальную оборону. И в продолжении темы. 8 ноября под председательством президента Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. Ранее служба госохраны обратилась к жителям столицы. Сообщается, что 27 и 28 ноября в Астане ведут временное ограничение на передвижение транспортных средств на отдельных участках дорог. Так, в столице готовятся к проведению заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Подготовительные мероприятия также предусматривают использование ресурсов специально государственных правоохранительных органов и вооруженных сил, в том числе военной авиации. Жители и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятию по обеспечению безопасности. Заключенный готовил теракт в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности. Спецслужбы провели операцию в местах лишения свободы, в ходе которой на территории Алматинской, Читы-Сусской и Костанайской областей задержали подозреваемого в подготовке теракта и еще 9 человек, подозреваемых и вербовки. В ходе обысков по местам отбывания наказаний изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Проводится расследование. Другие подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Проводится. С использованием искусственного интеллекта. Технологии позволяют отслеживать эмоциональное состояние солдат. Мы дали топик, который назвали «Сапаласана». В основном это поиск решений, которые помогут для вооруженных сил снизить неуставные взаимоотношения, повысить морально-психологическое состояние самих военнослужащих, для того, чтобы мы могли пропилотировать эти решения у себя в вооруженных силах и в дальнейшем лучшие, которые повышают эффективность, можем применить у себя в Министерстве обороны. Вы знаете статистику, которую опубликовала военная прокуратура. 270 человек за три года погибли. Соответственно, порядка 90 человек. Из них какая-то часть может быть болезни. В том числе есть достаточно заметная доля суицидов. Почему не только солдаты, но и даже офицеры, мы видим, пребывают в таком депрессивном морально-психологическом состоянии, которое решается на крайний шаг. Это, конечно, большой вопрос, большое недоумение. Цифровые проекты рассмотрелись сегодня и в правительстве. Премьер-министр Ужас Бектенов провел рабочие совещания по вопросам внедрения новых технологий в сферах образования, здравоохранения, налогового и таможенного администрирования. Заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова рассказала об апробации системы ваучерного финансирования в дошкольных организациях Тараза, Шымкента и Туркестана. По ее словам, предварительный результат показал реальный эффект. Система планирует масштабировать по всей стране. Положительный опыт цифровизации наблюдается и в рамках проекта «Социальный кошелек». На сегодня к нему подключились 700 аптек, которые функционируют при поликлиниках. Правительстве отметили, что все эти проекты направлены на исключение приписок и повышение охвата казахстанцев образовательными и медицинскими услугами. Цифровой механизм применяют и для обеспечения бесплатным питанием детей в 200 школах страны. В следующем году с помощью социального кошелька планируют распределять спортивные и творческие заказы, а также путевки в детские лагеря. В Министерстве финансов также реализуют проект «Онлайн бюджетный мониторинг». Он помогает отслеживать исполнение госбюджета, планирование и расходование средств. В результате в госказну уже вернули больше 4 миллиардов тенге. С начала 2025 года рост цен на нефтепродукты в Казахстане не планируется. Об этом сегодня в правительственном часе в Мажелисе заявил глава Минэнерго. Также Алмаз Адам Садкалиев сообщил, что с 2026 года Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти. Депутаты, в свою очередь, выразили обеспокоенность ситуации с растущим потреблением ГСМ. За ходом правчаса следила Роза Садканова. Ожидается, что по итогам года в Казахстане добудут больше 88 миллионов тонн нефти. Пока же фактически добыто лишь 73,5 миллиона тонн. Снижение добычи Минэнерго связывает с капитальным ремонтом на месторождениях Тенгиз и Кашаган. А также с неплановыми остановками на Карчаганаке и ограничениями на прием газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. К 30-му, 10 миллионов тонн нефти надо фактически увеличить. Первый вопрос, откуда возьмем эти 10 миллионов. И второй вопрос, неизбежно спрос растет, численность населения, промышленность развивается и так далее. У нас на этот период дефицит мы прогнозируем. Если прогнозируем, то за счет чего собираемся его покрывать? Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам до момента расширения наших мощностей. Где-то порядка на 10 миллионов планируем расширить мощности текущих заводов. То есть 6 миллионов будет увеличена мощность шемкенского нефтеперерабатывающего завода ПКОП. Есть соответствующие программы по увеличению мощности на других наших трех заводах. По итогам 2024 года Казахстан намерен импортировать из России 1 миллион тонн светлых нефтепродуктов. Больше всего битума и дистоплива. Почти по полмиллиона тонн. Прекратить импорт и даже начать экспортировать излишки ГСМ минимум 10% от произведенного объема, намеренных к 2032 году. Так, два раза намерены расширить производственные мощности на шемкенском нефтеперерабатывающем заводе. На Павлодарском до 2026 года планируется реализовать проекты по производству дополнительных 500 тысяч тонн зимнего дистоплива. А на Атараусском заводе до 2027 года хотят увеличить выработку светлых нефтепродуктов с 66 до 77%. Это позволит полностью покрыть потребности рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ, отмечают в профильном ведомстве. С начала года производство нефтепродуктов в Казахстане составило 11 миллионов тонн. Прогнозный объем до конца года 14,5 миллионов. К 2032 году по планам ведомства этот показатель должен вырасти почти до 24 миллионов тонн. Серьезный дефицит светлых нефтепродуктов Минэнерго прогнозируют в 2036 году. По этому стране нужен еще один нефтеперерабатывающий завод, заявил Алмасадам Садкалиев. Вы в своем докладе сказали, строительство в 2030 начнется и закончится в 2040 году. Почему такой долгий срок нефтеперерабатывающего завода? В 2000 говорили, построим в 2005 году, потом в 2010 году и получается все откладываем. По четвертому нефтеперерабатывающему заводу. Почему по 2030 году? Потому что до 2030 года полностью потребность будет покрыта и начало строительства этого завода будет определено, исходя из предварительных технико-экономических исследований, которые должны показать объем, какой у нас к тому моменту будет. По срокам его строительства. Есть установленные сроки строительства, то есть 36 месяцев с момента завершения проектирования. То есть мы говорим диапазон, то есть с 2030 до 40 года, когда этот завод должен построен. Мы не говорим о том, что мы его 10 лет будем строить. То есть в этот период, мы говорим, необходимо у Казахстана в зависимости от прогноза потребления наличие нефтеперерабатывающих мощностей. Также Министерство энергетики подготовил новые инициативы для поддержки зрелых месторождений, поставляющих нефть на внутренний рынок. Сейчас отмечается значительное снижение добычи нефти в Магистаусской, Актюбинской и Казлардинской областях. К слову, две последние поставляют основную часть нефти на внутренний рынок. Глава профильного ведомства отметил, что для решения вопроса разработаны и меры налогового характера, с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи, что позволит дополнительно добыть порядка 40 миллионов тонн нефти до 2045 года. Отмечу, что с 2026 года Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти ежегодно. Выработка нефтепродуктов вырастет за счет реализации крупных проектов. Расширение только тенгиз-шевройла обеспечит прирост добычи на 12 миллионов тонн в год. На Кашагане и Карачаганаке строятся газоперерабатывающие заводы. В целом добыча нефти на трех крупных проектах будет составлять 70% от всей выработки в стране. По словам депутатов, акцент нужно делать на переработку, ведь на этом зарабатывают даже страны, в недрах которых вообще нет ископаемых. Новую школу на 150 мест построят в селе Жамансор Казалкогинского района Тараусской области. Ее возведут за счет возвращенных государства незаконно приобретенных активов. Правительство приняло решение о выделении 2 миллиардов тенгей из специального государственного фонда. В поселке Жамансор есть только начальная школа на 60 мест, но после окончания четырех классов родители вынуждены отдавать детей в школу-интернат Макатский район. Всего в селе проживает порядка 200 детей школьного возраста. Проектно-сметная документация новой школы уже готова. Ранее сообщалось, что за счет возвращенных активов также построят спорткомплексы в Зеренде и Аркалыке, специальный детский сад для особенных детей в Актубе, музыкальную школу в селе Тимирлан Туркестанской области. В Астане же появится реабилитационный центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В Алматы тренировочный центр для людей с особыми потребностями, а в Риддере завершает строительство многопрофильного больничного комплекса. В нашей школе обучаются 34 ребенка. 17 из них ученики начальной школы. В подготовительном классе 15 человек. Строительству новой школы рад не только педагогический коллектив, но и все жители поселка Жамансор. У нас работает только начальная школа. После ее окончания дети вынуждены уезжать учиться в близлежащие районы. Новость о строительстве неполной средней школы, где дети будут учиться до 9 класса, для нас огромная радость. В одном из микрорайонов Семии трубы системы водоснабжения оказались полностью изношены, из-за чего аварии на сетях происходят по нескольку раз в месяц. Коммунальные предприятия обещали решить проблему еще в начале осени, но уже наступили холода. Жители боятся остаться без воды и отопления в разгар зимы. Проблемы разбирались мои коллеги. Жительница микрорайона «Энергетик» Светлана Литовченко рассказала, что ее дом построили в 1993 году. Вот только водопроводные сети лежали в земле еще до застройки района. Все это выяснилось только летом, когда аварии на сетях стали происходить чаще. Дело в том, что здесь после аварии был проложен временный водопровод. Времянку нам проложили, но сейчас начались морозы, и если эту времянку прихватит и замерзнет, мы останемся без воды и без тепла. Потому что когда у нас происходит здесь авария, отключают воду, у нас сразу же отключается наша котельная, потому что через эту же ветку вода подача идет в котельную. Временный водопровод обещали заменить на постоянный до первых холодов. При этом долгое время жители считали, что он бесхозный. Об этом они сообщили Акиму области на встрече с населением. Выясняется, что трубы-то на балансе строительства, отдела строительства. То есть они не такие совсем бесхозные, кому не нужны. Отдел строительства за них должен был по закону передать эти трубы ЖКХ, чтобы дальше уже передать горводоканалу. После вмешательства Акима работы стали продвигаться. По словам главного инженера предприятия семьи «Водоканал», на самом проблемном участке новые трубы уже проложили и подключат их в течение недели. Кроме того, специалисты предприятия разрабатывают бюджетную заявку на обновление водопровода всего микрорайона. На самом микрорайоне порядка 1400 метров необходимо еще трубопроводу этого заменить. То есть сейчас готовится бюджетная заявка для города, смета составляется и будет далее передано в отдел ЖКХ. По предварительным подсчетам на обновление сетей водоснабжения в микрорайоне «Энергетик» понадобится около 33 миллионов тенге. Соответствующие работы коммунальное предприятие начнет после составления всех необходимых документов и выделения средств. Бутагуздан Дыбаева, Медитумирханов, Хабар, Семей. По Владарской области установят 4000 камер наблюдения к следующему году. О реализации проекта рассказал Аким региона. К тому же городоначальник отметил, что с 2025 года будет обновлено 25 из 70 ветких трамваев областного центра. Регион славится своими угольными шахтами, тепловыми электростанциями и нефтеперерабатывающим заводом и входит в топ-3 лидеров промышленного производства в разрезе республики. Еще выше показатель по привлечению инвестиций в стране – второе место. Проблемы в сфере утилизации отходов производства поэтапно будут решены, подчеркнула Аким области. Асейн Байханов выделил несколько проектов, которые дадут импульс развитию региона. Он также сообщил, что значительная часть реализуемых Акиматом задач была сформирована в контакте с населением. В 2025 году мы планируем начать реализацию масштабного проекта «Умный город» для обеспечения безопасности общественных пространств трех городов области с применением аналитической платформы и искусственного интеллекта. Будут установлены 4000 камер в общественных местах, 150 переклестках на 250 линейных и 20 участках республиканских дорог в трех городах региона. В Шымкенте работников Акимата привлекли к ответственности за незаконные свалки. Трех заместителей Акимов района оштрафовали за ненадлежащий контроль. Они должны были следить за чистотой и обеспечивать своевременный вывоз отходов. После многочисленных жалоб жителей города на беспорядок и загрязнение выяснилось, что на подведомственных участках накопились отходы. Во время мониторинга экологи и полицейские обнаружили 10 незаконных свалок, заполненных строительным мусором и бытовыми отходами. Более того, аэрокосмическое наблюдение в этом году зафиксировало еще 25 таких участков. Все выявленные свалки на сегодняшний день ликвидированы, отметил руководитель департамента экологии Ермахан Казыбаев. Для предотвращения подобных нарушений излюбленные точки нелегального складирования отходов оснастили камерами видеонаблюдения. По Турану три участка, по Янгахчинскому району пять участок и по Альфоровийскому две эти участки обнаружили. По представлению прокуратуры, по статье 324 статьи составлен протокол и привлечения к административной ответственности должных лиц Акимата. За то, что они не следили за этими территориями. К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотических средств. Столичным департаментом агентства по финмониторингу пресечен факт поставки из США запрещенных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товаром народного потребления. При проведении осмотра на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено изъято наркотическое вещество весом около 1 килограмма. По данным агентства, в ходе досудебного расследования установлено наличие еще одной посылки на имя тех же получателей в одном из городских филиалов Каспочты. По ссылке также было обнаружено сильнодействующее психотропное вещество. С начала года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы весы. Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. В целом, с начала текущего года АФМ изъяты 57,3 килограмма наркотических средств. Около полутора миллиардов тенге казахстанцы пожертвовали на псевдоблаготворительность в этом году. Также АФМ сообщает, что это пока только зафиксированные факты. Теперь в правительстве заговорили о лишении благотворительных фондов возможности сборов средств. К тому же вопросы фондов сейчас на обсуждении. Специально создана рабочая группа, рассматривая совершенствование механизма благотворительности. Агерим Бегенова ознакомилась с работой одного из фондов столицы. Какую систему помощи они используют, смотрите в сюжете. Лучезарная улыбка и огромная вера в себя придает силы Кириллу и его родителям. К своим 12 годам мальчик уже перенес 10 операций. И пока, по словам матери, врачи не дают никаких гарантий. Но несмотря на это, Кирилл постоянно совершенствует свои знания и любит жизнь. Это мой сын с диагнозом артрогриппоз. Лучевая косорукость, врожденная косолапость. Кирюша у нас учится в 6 классе. Он с 1 класса у нас отличник на данный момент. У него обучение на дому. Кирюша уникален тем, что он пишет, держа ручку в зубах. Он пишет у нас рту. Я мечтаю стать разработчиком игр, чтобы делать свои крутые игры. У меня есть игра MyOS. Это я пытался свою операционную систему, ну такую примитивную, написать. Практически все работники фонда воспитывают особенных детей. На сегодня на попечении находятся около 3000 детей с разными диагнозами и степенями инвалидности. Каждому ребенку требуется индивидуальный подход, говорят специалисты. Сенсорная интеграция – это процесс, в котором мозг воспринимает, обрабатывает и организует информацию с таких органов чувств, как зрение, слух, осязание. У детей с особенностями в развитии этот процесс бывает нарушен. И я помогаю им их откорректировать. По-разному может пройти адаптация. У кого-то, кто-то бывает и за полчаса адаптируется, кому-то и полгода не хватает адаптироваться. Отметим, все услуги дети получают бесплатно. Также здесь оказывают помощь и родителям. Айслу призналась, что когда родила особенного ребенка, не могла долго справиться с настигающей депрессией. От бессилия руки просто опускались. Тогда многодетная мама обратилась за помощью. Когда поставили диагноз, я была прям в депрессии, в стрессе, потому что было больно, было трудно, не знала, куда деться, не знала, куда пойти, плакала ночами. А когда вот видишь таких же мамочек, у которых тоже есть особенные дети, тоже со своими детьми занимаются, развивают, и мне стало легче. Я здесь почувствовала какую-то обретенность, какой-то поддержки. Благотворительность всегда была благородным занятием. Однако, к сожалению, случаи мошенничества под прикрытием благотворительности учащаются. В прошлом году казахстанцы направили на псевдоблаготворительность около 2 миллиардов тенге. В этом году полтора миллиарда. Однако, как говорят специалисты, это только выявленные факты. Последние новости с разоблачением известных фондов подрывают веру казахстанцев в искреннюю и честную помощь. У меня у самой ребенок с инвалидностью. Я изнутри знаю все проблемы, с которыми я сталкиваюсь, с которыми сталкиваются родители. И нам захотелось в этой жизни что-то поменять. Самой основной целью нашего фонда мы ставим это всестороннее улучшение качества жизни. То есть мы работаем со всей семьей. Мне непонятна цель сбора в автобусах. Практически все, кто ведет сборное лечение детей, все делают это через соцсети. Любой гражданин, отправивший деньги в благотворительный фонд, может запросить их на основании своего чека. Вы даете мне финансовый отчет, куда они пошли и почему. Они обязаны дать. Если нет, то можно пожаловаться. Но казахстанцы обычно скидывают от тысячи до пяти тысяч деньгей и, соответственно, не подают жалобы и не проверяют, куда уходят их деньги. В Министерстве культуры и информации сообщили, что конкретных решений по введению изменений в работу фондов пока нет. Однако пояснили, что те меры, которые планируют принять, необходимы, чтобы устранить факты спекуляций. В Туркестанской области все чаще осужденные, находящиеся на учете службы пробации, становятся предпринимателями. Государственные программы поддержки помогают этим людям не только встать на ноги, но и заняться любимым делом, обеспечивая себя и свои семьи. Кто-то продолжает ремесло, освоенное в исправительных учреждениях, а кто-то открывает новые для себя горизонты, занимается сельским хозяйством или открывает автосервисы. Катерина Попкова продолжит. Многодетный отец из Туркестанской области Марат Каюмов допустил ошибку, которая привела к тюремному сроку. После освобождения он решил больше не оглядываться назад. Получив государственную безвозвратную помощь в размере полтора миллиона тенге, мужчина создал перепелиную ферму. «Сначала мы изучили это дело, а потом сделали из него бизнес. Главное – это кормить птицы, ухаживать за ними утром и вечером. Особого ухода они не требуют. Ежедневно у нас около 500 яиц. Продаем в кафе и магазины». Другой пример – история Шакиржана Абдиходжаева. Ранее он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с пострадавшими. Осознал свою вину, прошел обучение, защитил бизнес-план и получил государственный грант. Эти средства он направил на открытие автосервиса. «Я осознал, что алкоголь не приводит ни к чему хорошему. Если выпил, за руль ни в коем случае нельзя садиться. Сейчас работаю на совесть и планирую расширить мое дело». Госпрограммы оказывают реальную помощь осужденным, желающим изменить свою жизнь. Например, проект «Бастау Бизнес» обучает основам предпринимательства и помогает защитить бизнес-планы для получения грантов до 3 миллионов тенге. «Семья осужденного должна входить в одну из семи категорий, получать социальную помощь, иметь статус многодетной семьи или воспитывать ребенка с инвалидностью. Имеются меры поддержки также для кандацев». Кроме того, финансовые организации начали предоставлять кредиты и лизинг для осужденных, находящихся на учете службы пробации. А программы «Аула Манате» и «РЭС» помогают наладить свое дело в сфере сельского хозяйства. «Мы предоставляем кредиты под 2,5% годовых сроком до 6 лет. Они могут быть использованы для развития животноводства, растениеводства, птицеводства, рыболовства, открытия бизнеса и оснащения кооперативов. Также супруги осужденных могут воспользоваться этим предложением». Сейчас в Туркестанской области на пробационном учете состоит около 2000 человек. 800 из них временно трудоустроены, более 400 – самозанятые. Каждый из них использует доступные ресурсы по-разному. Кто-то строит небольшой бизнес, кто-то развивает навыки, чтобы обеспечивать семью. Государственные программы становятся реальной опорой для тех, кто готов начать сначала и найти свое место в жизни. В Туркестанской области выбрали самую красивую и быструю собаку породы тазе. На соревнования привезли больше 100 лучших представителей казахской охотничьей борзой. Эксперты жюри оценивали не только скорость и ловкость собак, но и такие критерии, как окрас, тип конституции, гармоничность телосложения, а также особенности характера. После нескольких напряженных часов ожидания победителем был объявлен пёс по кличке Таймас из Ордобасинского района. Этот представитель породы поразил жюри своей грацией идеальными пропорциями и неузаурядной скоростью. Таймасу сейчас два года. Настоящий представитель казахской породы. Чистокровный. За его питанием мы следим. Он очень любит охотиться на зайцев, лис и шакалов. С каждым годом экстерьер собак улучшается. Поголовья становятся больше. Собаки крепкие, сухого типа, хорошего формата, активные, сильные. Это достоинство нашей страны. В Алматы стартовали конкурсные показы фильмов 17-го международного кинофестиваля «Евразия». Перед началом мероприятий члены жюри встретились с журналистами и рассказали о критериях отбора. Программа фестиваля разделена на две секции. В международном конкурсе представлено 12 лент. В конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира – 9 картин. Всего свои работы представили кинематографисты из 15 стран, включая Австрию, Бангладеш, Катар и Южную Корею. Представитель международного жюри, обладатель «Золотой пальмовой ветви» турецкий режиссер Нурибель Гейджейлан высоко оценил казахстанский кинематограф. Он особо отметил работы режиссера Дарижана Амирбаева. Конкурсные показы продлятся до 29 ноября. Казахстанский и Центрально-Азиатский кинематограф демонстрирует позитивную динамику в улучшении качества и жанрового разнообразия. Однако, чтобы выйти за рамки стандартных клише, необходимы новые режиссеры с оригинальным взглядом на мир, которые при этом понимают особенности своих регионов и народов. «Для меня кино – это универсальный язык, который должен трогать сердце. Я буду руководствоваться этим при оценке. Кроме того, я планирую начать казахстанско-китайские кинопроекты. Надеюсь, они найдут отклик у китайской аудитории и укрепят культурные связи между нашими странами». К новостям спорта. Казахстанская теннистистка Жебек Куламбаева стала чемпионкой турнира под эгидой Международной федерации тенниса в Португалии. Казахстанка в паре с представительницей Беларуси Юлией Готовко завоевали титул ITF W35. 24-летняя Куламбаева за карьеру уже выиграла 37 титулов в одиночном и парном разрядах. О других событиях из мира спорта расскажет Зарина Кусанова. Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира, который завершился в канадском Ванкувере. В поединке за медали отечественная команда, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге, одержала победу над третьим номером сборной Франции. Итоговый счет противостояния 36-35. Казахстанская команда была представлена Эльмиром Алимжановым, Русланом Курбановым, Ерлаком Сертаем и Вадимом Шарлаимовым. Отмечу, исход поединка с французской командой решил один укол, нанесенный в дополнительное время Русланом Курбановым. Золото этапа Кубка мира завоевала сборная Венгрии, серебро ушло японской команде. В столице прошел инклюзивный турнир по дартс среди людей с нарушением слуха. Паралимпийский тренировочный центр собрал участников из разных городов России и Казахстана. Организаторами турнира выступила Академия дартс, которая на постоянной основе проводит соревнования среди желающих разных возрастов и спортивных уровней. Инициаторы движения дартс стремятся расширить географию данного вида спорта в стране и создать определенную атмосферу. Дартс достаточно лояльный к возрасту, полу и физической подготовке спорт. А также он не требует больших вложений, чтобы начать заниматься. Тренироваться можно дома одному. Если одному скучно и негде собраться в своем городе, то можно сыграть бесплатно с игроками из другой точки мира в онлайне. Для этого достаточно компьютера и отдельные веб-камеры. Наша миссия – это популяризация дартс в Казахстане. Мы приехали сюда с Алматы, чтобы поддержать наших друзей, единомышленников и помочь с организацией этого турнира. На сегодняшний день в Алматы проводятся на регулярной основе турниры как для взрослых, так и для детей. Мы очень надеемся, что этот вид спорта получит большее количество городов, охват. Продолжение следует...